всем привет дорогие друзья меня зовут гудмен и мы завершаем сегодня наше расследование ну по крайней мере основную главу я прям вот вы знаете если только не будет какой-то супер сложные задачки хотя в прошлый раз к моему удивлению большой радости задачи шли действительно вот если брать начало игры где они решались там за 10 20 30 секунд тут уже вчера получается в прошлый раз пришлось приложить определенные усилия чтобы справиться со всеми задачами вот если не будет никаких сложных головоломок то сегодня я прям вот настроен завершить основную главу поэтому буду стараться максимально крепко держит нужно чем-то рожать чем только одна обратите внимание так тут мы видели тут нужен какой-то ключ а вот и ключ пока это кстати важно обратите внимание мэр медицинский препарат который показывает настоящая полуволк мюнхен представления то есть не хватает других улик но это интересно вот это вот все равно я мотива понять не могу обида что это если это так и обозначить для меня это будет максимально странно так еще что-то собрали три из трех все план это может какая-то модификация типа сделать лекарства либо в общем вы знаете я наверное мотив начинаю улавливать я так подозреваю что он пытался что-то разработать может как врач имеется ввиду он какие-то болезни но я конечно слишком облаготворяю его поступки и мотивы но он-то никого пока не убил хотя мучил девушку или женщину потом манипулировал за счет этого ребенком чуть не совершил несколько убийств но тут принципе никак нельзя его наверно может хочет стать таким же когда это уже не совсем хорош если ты хочешь стать таким же ты может быть может быть хочет всех заразить а может у него кто-то есть из родных и он хочет вылечить в общем теории куча давайте послушаем детектива создать костюм оборотня напасть на граждан в костюме оборотня чтобы начать панику использовать зелье фармацевта чтобы найти других полу людей улучшить формулу зелья аптекаря чтобы полу люди показали свою истинную форму похитить дочь эльзы чтобы заставить ее говорить показать полу людей разъяренной толпе эксперименты на полу людях и создание суперчеловека все понятно он себя хочет суперчеловеком сделать мой код эксперимента мюнхен я друзья низко мыслил как говорится птица низкого полета тут люди вон про что думают суперчеловека супергероя сделать я не удивлюсь если за ним какое-то правительство может стоять вы знаете такие истории частенько можно встретить в различных историях так раз два три 4 5 раз два три 4 5 6 7 8 8 а так это работает не очень понял работает или нет раз два три 4 5 6 7 но м у я точно вел мне кажется обычно надо как-то вводить чтобы он но тут невозможно в теории на было вот сюда перекинуть буквы м то есть только через какие-то промежуточные ходы аксем да я сказал раз два три 4 5 а если 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 сколько там 26 букв до в английском алфавит если я не путаю 3 если два раза по 11 сделать 3 6 9 11 1 2 3 4 5 6 7 неправильно а если раз два три 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 блин я понял я сразу неправильно сделал да надо было кнопочку нажимать так первое правильно так потом назад я по моему хотел да наверное как как я делал я уже не помню и вот так 2 дальше дальше раз-два-три-четыре-пять да не ту сторону было наоборот делать ну и так пойдет прикольный сейф такой кстати даже в теории можно дома сделать маршурс теперь я понимаю почему доктор поспешил помочь вам слава богу это вы детектив не беспокойтесь обо мне спешите на фестиваль на площади он держит там других полу людей возьмите это так тут мы завершили заметьте он всегда нас опережает он на шаг впереди мы фактически догоняем его но сегодня вечером грандиозное шоу так никого нету что он там устроил за шоу счастью публики пока немного я вообще никого не вижу у меня есть время найти подождите а где публика ворота же закрыты как сюда попасть люди то могут крик публики немного так что здесь коллекционками 11 это интересно либо монетка а коллекционку нашел морфинг нашел что у нас там покажите 27 все равно это жутко мало вот с коллекционками наверное 34 вот как будто бы фигурок я больше не соберу в этой главе но здесь ну реально мало для основной главы это жутко мало надо еще пару локаций ну ладно интересно как разработчики с этим справятся мне нужен жетон чтобы получить шестерню только стекло стоит между мной и зельем так жетон я понял металлическая ну это первая часть где-то 2 должна быть по идее маски какие хотите буква си где-то должно мы ее должны использовать так стеклорез да ладно а это ручка ли я подумал что это стеклорез сам себе еще и озвучила это ручка лебедки совсем другое так яд растений жетон жетон суда шестеренка на месте я могу взять любую маску отсюда если мне понадобится короче будем шифроваться я так понимаю так ручка первая жертва или все сразу клетка рихтер относится к полу людям как животным аптекарь я не помню а это который играл там на гармошке или на чем в общем сидел на площади гадалка и волчица здесь что ли которая замка а ну да он же он же в плен ее взял риктор импрувд май пущен энд инжектида с а вы кант чейн бак туаре юмин фом и детектив это вы риктор улучшил зелье вел нам теперь мы не можем вернуться к нашей человеческой форме мы не можем убежать любой может увидеть нас ну можно предположить что типа часть представления краду с миг антидоте тьма и фармаси энд бренгит тьму доктор раскроет нас перед толпой мы понесем вину за его преступления они убьют настолько потому что мы другие пожалуйста сделайте противоядие в моей аптеке принесите его нам опять эти рецепты какие-то вы надоели с вашими книжками рецептов вообще здесь очень интересная тема поднимается которую я периодически освещаю на стримах или там на прохождениях отличие людей от других то есть если взять надо потом их с отклик до 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 так плана освободить полу людей спрятать их где-нибудь карта найти пустые улицы чтобы избежать людей уничтожить клетку скрыться на скрыть лица под капюшонами убегаем и сталкиваемся с кем-нибудь и не видит полу людей поднимают тревогу план б рассказать толпе правду о докторе рихтере помещает помешать доктору в раскрытии полу людей убедить людей нужно время чтобы объяснить это сложнее будет всего никто не будет слушать меня если они уйдет типа лица полу людей толпа немедленно нападет на них план c выиграть некоторое время пока мэр вызывает полицию вернуть внешний вид человека с помощью противоядия приготовить противоядие в аптеке принести маски чтобы показать докт доктора как безумца чтобы выставить получается тайна полу людей будет безопасности и доктор будет арестован короче никого никуда не надо везти потому что много людей будет смотрите друзья какая ситуация во все времена очень с давних пор из всегда какие-то меньшинства люди которые отличаются других всегда их угнетали там я очень часто рассказывал про веснушки там про рыжие волосы вспомните хотя бы средневековье когда сжигали таких девушек считая их ведьмами но посмотрите что творится сейчас я не буду копать глубоко потому что во первых наверное все-таки это игровой канал вот сейчас некоторые меньшинства начинают диктовать большинству что и как делать и идет перекручивание некоторых законов опять же это тоже неправильно но ладно история все рассудит как говорится но это так слова что это значит а понятно хороший котик спасибо за лопатку это хитрый план котов так ягоды тут на местные айсу но по-темне в whether то есть всего обязательно ну вот эти вот здесь все решили в source вот на вот эти вот тоже вот эта локация кстати была странно что подсвечивается мы это с вами играем без подсказок а почему-то так 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 шишка поджечь что-то может быть а понятно черепу не хватает двух костей еще рецептик еще так что мы тут видим подсвечник кофейник так бабочка так бабочка подсвечник и кофейник не должны быть сложными предметы эти как бабочкой подсвечник и бабочка осталась бабочка должна быть большая чтобы записку спрятаться своими крылышками так переместить этикетки на ящиках номера на ящиках соответствует количеству лепестков на цветках потому что один имеется ввиду так 36368 что ли так 36 9 так здесь наверно так короче тянул просто все что дают он сам разберется что ему надо что ему не надо так ингредиенты у нас еще не все готово еще не хватает чего-то вот она ловите подлые твари корень чего-то там да ну хоть здесь слушайте не сильно дурят нам голову этими там знаете порежьте нашинкуйте я блин не знаю я как-то к этому не очень отношусь смотрим а и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прага, нет? Мрачный город для меня сразу Прага. Не знаю, вот почему мне сразу в голову Прага пришла, но я не смотрел, какая следующая часть. Ну что, друзья, не очень продолжительное сегодня получилось прохождение, но, знаете, я не жалею, что вчера его не продолжил, потому что сегодня спокойненько немножко поговорил на всякие тематики. Вот. В целом, опять же, мне кажется, я думаю, вы со мной согласитесь во многом, первая часть и вторая часть не сильно отличаются, но это ни в коем случае не минус. Вторая часть не упала, условно говоря, ниже той планки, которую задала первая часть. Здесь действительно все сделано в духе оригинала, плюс немножко, наверное, где-то больше динамики. Вот разработчики этот момент, я бы сказал, немножко прикрутили. Вот. То есть не то, что в первый было плохо, просто фактически, фактически это другой антураж, и усовершенствованы некоторые детали. И, в принципе, это выглядело интересно. С учетом, мне понравилась эта фишка с полу-людьми, и что вплели, что наш кучер, наш кучер, условно говоря, тоже получеловек. И, возможно, в каких-то последующих частях это где-то скажется там на нашей безопасности или на чем-то еще. То есть с этим, в этом плане, мне кажется, это очень удачный, хороший ход. Вот. И мне понравилось, как он интегрирован в историю. То есть это не просто какое-то, знаете, событие конкретно второй части. Это событие, которое... Последствия которого мы, может, узнаем только через несколько частей. Ну, то есть можно будет. То есть серия и сюжет фактически развиваются. По щепотке, по что-то еще. Если в третьей, четвертой части разработчики что-то про прошлое нашего героя расскажут, то есть какие-то родственники, старые знакомы, это тоже будет очень крутая интеграция в самую историю. То есть вот это я хочу увидеть в ближайших частях, потому что сама концепция мне очень нравится. Не так уж и много динамичных игр, если это можно, опять же, так выражаться, в этом жанре. Их действительно не очень много. И даже те, кто пытаются, у них мало что получается. Плюс здесь очень интересно замешана вот эта вот детективная история с динамикой. То есть у нас есть расследование, мы действительно куда-то спешим, события молниеносно проносятся у нас перед глазами, меняются локации. И действительно, вот можно четко проследить, как мыслит наш главный герой. В отличие от многих современных серий, к сожалению, это не удается сделать, потому что здесь тоже нету относительно вменяемого дневника. Или, точнее, его здесь даже, наверное, и нету. Но мы четко можем проследить за мыслями нашего персонажа. То, чего мне очень часто не хватает в играх этого жанра. Так что высоко оцениваю, как минимум, это восьмерка. Вот, высоко оцениваю эту часть. Очень жду следующее. Посмотрим в следующем месяце, что приготовит нам третий город и что это будет за город. Но нас впереди еще ждет бонусная глава. На сегодня все. Огромное вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока.